Мы, жители поселка Шамотный города Новомосковского, неоднократно обращались в администрацию по поводу компании Коммунальный сервис. Так как компания Коммунальный сервис не исполняла свои обязательства по поводу теплоизоляции труб. Также мы обращались в прокуратуру, которая выявила несоответствие теплоизоляции нормам. В итоге мы получаем завышенные платежи. Детский сад и школа получают низкое качество отопления. Так как в школе, в спортзале очень холодно, они пользуются пушками для подогрева воздуха до нормативных температур. Это все происходит из-за того, что трубы на поселке Шамотном находятся в ужасном состоянии и не теплоизолированы. Но администрация не принимает никаких решений и действий по этому поводу. Даже делали запрос через депутата Государственной Думы Олега Лебедева. В ответе от ЕН прокуратуры мы получили вообще смешные данные. По аварийной 17 они нашли у нас центральное отопление. Хотя его там нету, так как у людей в квартирах сделано индивидуальное отопление. По аварийной 17 выявили то, что нет общих домовых приборов учета тепла. Ну это просто бред, так как там нет центрального отопления. Также компания коммунальный сервис списывает свои расходы на обычных граждан. Так как куб воды горячий с ГВС компонентом у нас стоит в районе 1000 рублей. Они считают и по нормативу, и по счетчикам. Я с детьми профессором в одной квартире, нам считают норматив на троих человек. Плюс мы оплачиваем воду по счетчику. Мы считаем, что это беспредел. И требуем от администрации города Новомосковска предпринять меры. Оказать воздействие на компанию коммунальный сервис. Чтоб она наконец-то начала исполнять свои обязательства. Так как мы не обязаны оплачивать отопление воздуха. Продолжение следует...